Модный тренд Slow Food все больше покоряет сердца казахстанцев. Это международное движение объединяет порядка 160 стран мира, а в последнее время набирает обороты и у нас. Название организации Slow Food в переводе с английского означает «медленная еда». Активисты движения поддерживают фермеров и возрождают традиционную гастрономическую культуру. Slow Food — это организация, которая стремится к тому, чтобы каждый житель планеты смог иметь доступ к качественным, чистым и экологически чистым продуктам. То есть экологически чистые продукты — это те, которые не содержат нитратов, консервантов, не содержат ГМО. Один из важных проектов организации Slow Food — это «Ковчег вкуса». Его еще называют «Красной книгой еды». Члены движения задались целью собрать в одном каталоге исчезающие продукты питания. К примеру, представители организации в Казахстане отыскали порядка 20 рецептов забытых казахских национальных блюд. В планах представить их гостям международной выставки «Экспо-2017». Один из ярких продуктов, который мы хотим нести к «Ковчег вкуса» — это хоспа. Это молочный продукт от творожного происхождения, который очень актуален в Акмолинской области, в северных регионах Казахстана. На юге употребляют не так часто, но тем не менее хоспа — это один из продуктов, который сейчас мы теряем. Между тем, в столице начинают открываться кафе для вегетарианцев, что раньше было трудно представить любому из нас. Шеф-повар одного из таких заведений, Альберт, до этого работал только с мясом и морепродуктами, но всегда мечтал удивить своих искушенных клиентов блюдами вегетарианской кухни. Говорит, что спрос среди жителей города на такую еду есть. Кстати, повар и сам уже год вегетарианец. Сыроедческая еда без термообработки. Это для меня было новое. Салаты мы всегда ели сырые. А вот именно в плане того, что там кабачок, либо грибы, для меня это раньше было не очень съедобно. Но сейчас, когда стал уже сам готовить, начал понимать, что действительно вкусно и полезно. Отказаться от вредной пищи можно только осознанно, считает сыроед Татьяна Сараева. К новому подходу к еде она пришла, когда начались проблемы со здоровьем. Татьяна изучила специализированную литературу и перешла на сыроедение. Сейчас вся ее семья – вегетарианцы. Что такое пища богов? Это, естественно, сырая пища. И вот за два года 30 килограмм нет у меня. Потом у меня большая очень семья. И я решила, чтобы моя семья тоже была здоровая. Жога сжигала меня. Я забыла вообще о своих болезнях всех. Я очень хорошо. Я двигаюсь сейчас. И физкультурой занимаюсь, спортом всем. Жить хочется, мозги прояснились. Медики отмечают, для того, чтобы поправить здоровье, не обязательно становиться вегетарианцем или сыроедом. Достаточно придерживаться определенной диеты. Сегодня 60% заболеваний связаны с неправильным питанием. Поэтому общественники призывают бизнесменов открывать заведения здорового питания, а не фастфуда.